В сопровождении губернатора края Вениамина Кондратьева и руководителя Минсельхоза России глава государства осмотрел теплицу зернового центра. Почти за 100 лет работы здесь было выведено более 400 сортов и гибридов пшеницы и ржи. Как отметил Вениамин Кондратьев, производство собственных семян сегодня для края стратегическая задача. Все площади в стране, которые засеиваются пшеницей отечественной селекции. При этом больше 7 миллионов гектаров занимают именно краснодарские сорта. Селекционер должен предугадывать поворотные моменты в развитии сельского хозяйства. Обеспечивать продовольственную безопасность. Мы хотим вас заверить, что она в наших руках. И до 2025 года мы уверены, что наши конкурентоспособны, они дают высокий урожай. Конечно же, мы смотрим будущее с оптимизмом и готовы обеспечивать всю европейскую территорию России семинарами. Глава государства смог оценить и научные разработки молодых ученых в Кубанском сельхозуниверситете в рамках Всероссийского агрофорума. Владимиру Путину показали стартапы магистрантов и аспирантов со всех регионов России. В том числе инновационный проект молодых ученых Кубани. Это летающий робот-сеялка, который позволяет высеивать семена в оптимальные сроки и на определенном расстоянии, вне зависимости от погодных условий. В случае засухи культуры проращивают в гидрогель и помещают в почву, что в конечном счете благоприятно скажется на всходах культур. «Технология нам позволяет сократить издержки на посевной материал, так как нам нужно меньше семян при ядрожировании. И при этом увеличивается урожайность культуры за счет того, что семян меньше, меньше конкуренции между растениями и поэтому прирост больше». Разработкам кубанских ученых меньше года. Но, как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, проекты уже вызвали интерес у многих сельхозпредприятий края и страны.